Итак, а темпоральные процессы в природе? Значит, речь идет, первый тезис, это бесконечная делимость пространства и времени. Ну, известно, что в древних греках было два представления. Одно, что пространство дискретно, другое представление, что пространство непрерывное. И это разделялось подавляющим большинством древних греков о том, что такая позиция, что пространство все-таки непрерывное, бесконечное делимое, потенциально бесконечное делимое. Потому что не существует пустоты. Если мы постулируем дискретность пространства, то мы должны допускать какую-то абсолютную пустоту. А Парменид говорил таким образом, что рассуждал, что никогда не удастся доказать того, что существует то, что не существует. То есть абсолютная пустота, абсолютное ничто. Отсюда пространство непрерывное, бесконечное делимое. Уважаемые господа, у меня большая конфликция. Я сам собьюсь, без вашей помощи. Пространство бесконечно делимо. Но тут же возникает опория уже ученик Парменида Зенон, обнаружил опорию Зенона, которая сводится к тому, что невозможно перемещение в бесконечно делимом пространстве, поскольку нужно преодолеть бесконечную последовательность отрезков пути. И вот это является противоречием. Аристотель через два века, живший после Зенона, примерно два века, он вроде бы разрешил это противоречие. Он говорит, что ведь не только пространство делится до бесконечности, но и время делится до бесконечности. И тело за бесконечно малый промежуток времени проходит бесконечно малый отрезок пути, и получается вот эти вот расходимости устраняются. И то есть бесконечности в числителе и в знаменателе сокращаются. И в общем-то на этом допущении основана вся классическая механика. Как тело двигается в классической механике? По непрерывной траектории, это известно в механике Ньютона, движение тела, и последовательно и поточечно преодолевая свой путь. Ну вот появляется квантовая механика, и особенно насторожили пытливые умы эксперименты Юнга, когда понятно, что фотон может находиться одновременно у одной щели и у другой в экспериментах Юнга. И вот я уже говорил о том, как пытались это объяснить. Но самое, по-моему, такое, да гениальное, что говорить, допущение было, с моей точки зрения, Гильберта, Дэвида Гильберта. Он сказал, почему мы думаем, что частица квантовая передвигается так же, как классическая, последовательно и поточечно. А может быть она преодолевает свой путь непоследовательно и непоточечно. Ведь вот мы начинаем делить воду. И мы делим воду, и сначала это стакан воды, потом полстакана, потом мензурка, наконец капля воды, и наконец молекула воды. И вот когда мы начинаем делить молекулы, уже получается что-то отличное от воды. Уже отдельно водород, кислород, но никак не вода. Гильберт рассуждает, но если с движением, вероятно, то же самое происходит. Вот мы начинаем его дробить, и в итоге, вот там, в фундаментальном смысле, уже нечто совершенно отличное движение находится по Гильберту. Ну, мимо этого предположения Гильберта прошли совершенно спокойно, никто не обратил на него особенного внимания. Я имею в виду вот из теоретика физиков. Ну, наверное, это естественно. Тем не менее, вот исходя из тех, о темпоральных перемещениях, в которых шла речь, можно предложить принцип дополнительности темпорального движения макротел и отемпорального перемещения микрообъектов. Но ведь что такое макротело? Это тело, которое состоит из атомов. Атомы это в каком-то смысле, в прямом смысле, квантовые частицы. Они обладают, пусть не такой длиной волны, как, так сказать, элементарные частицы, но во всяком случае, они тоже квантовые эффекты достаточно выражены в атомах. Так вот, атомы, каждый из них отемпорально перемещается в пространстве. Это цепочка перемещений последовательно. Атомов, составляющих какое-то конкретное тело. А конкретное тело перемещается вполне конкретно в пространстве, во времени. То есть тело перемещается во времени, но эти перемещения и тело, вернее, тут можно скорее правильнее будет говорить о движении тела, не о перемещении. Тело двигается в пространстве, но это движение состоит из таких вот последовательных, отемпоральных перемещений множества атомов, составляющих это тело. И теперь несколько слов о телепортации биологических объектов и их состоянии. Известно, что, оказывается, макрообъекты тоже иногда телепортируют. Конечно, нельзя сказать, что эти факты можно отнести к какой-то строгой науке. Тем не менее, описываются эксперименты, когда матка муравьев Акка находится в такой плотной бетонной камере. И когда ее разбивают, то достают оттуда эту матку муравьев. Ее помечают специальным маркером. Там опять соединяют, не то что плотно, а ее опять замуровывают в эту камеру. И через какое-то время ее открывают, и там ее нет. Обнаруживают ее где-то в совсем другом конце этого же муравейника. И в такой же камере замурованной. Открывают, может быть, другая, так нет, она же, помеченная же. То есть, вот такие эффекты в биологическом мире известны. Также известны, когда двух кроликов с одного помета, одного, значит, куда-то через океан Атлантический перевезли, и током электрическим периодически били. А второй из этого же помета, за ним наблюдали, как он себя ведет. Так вот, оказывается, он дергался тогда, когда били того, который за океаном был, в тот же самый момент. То есть, речь идет о том, что телепортирует состояние объектов не только в микромире, как, скажем, с фотонами, в экспериментах Аспака, да, телепортация состояния, но и в макромире такие эффекты тоже, скажем, пусть не так ярко выражены, пусть не так часто встречаются, но тоже иногда происходят. Вот опасность этой матки муравьев какая-то, опасность явная была, и она сменила на свое местоположение, совершенно, наверное. Значит, девятый принцип, это принцип развлечения Колычева, о котором мы уже говорили. Существует только то, что имеет различие. Ну ведь вот существует пространство-время. Не пространство-время, простите, а пространство и время существуют, когда их мы объединим вместе, мы получаем какое-то такое пространство-времяной континуум, пока не будем говорить о его, так сказать, о том, когда можно его использовать, когда нельзя. Но важно то, что в пространстве времени реализуется некая реальность. Этой реальностью является физическое взаимодействие, это известно. Но если существует реальность, в которой реализуется физическое взаимодействие, то есть пространство-времена и реальность, то должна существовать и реальность, которая вообще вне пространства и вне времени существует. Соответственно, вот с этим принципом развлечения Колычева. И к такой реальности мы можем отнести реальность вне пространства, вне временную, то есть реальность духовную, скажем так, назовем ее духовной. И существует два промежуточных типа реальности, таких половинчатых. Это реальность, которая реализуется в пространстве, но не во времени, тоже в соответствии с этим принципом развлечения. И это реальность, вот та самая темпоральная перемещение квантовых объектов, о которых шла речь. Ведь действительно информационный континул меняется мгновенно совершенно, как только какое-то событие происходит, изменяется. Вот эта реальность отемпоральна, то есть это реальность, которая реализуется в пространстве, но не во времени. И существует реальность, тоже отличная от всех трех типов, перечисленная реальность. Реальность, которая существует во времени, но вне пространства. Это психическая реальность. То есть реальность, которая Бехтерева всю жизнь занималась мозгом, но она нигде никогда не обнаружила структуру мозга, которая бы отвечала за мышление. И она честно в этом созналась. То есть психический процесс не локализован в пространстве. Он локализован во времени жестко, но не локализован в пространстве. И, в общем, вот я изложил сейчас идеи четырех фундаментальных типов реальности Владимира Ивановича Фалько. Я считаю, что эти идеи совершенно удивительные, гениальные, наверное, я не боюсь этого слова. И я вот изложил эту концепцию сейчас своим словами. Можно вопрос? Два вопроса. Нет, потом, давайте потом. Собьете меня сейчас, время у меня не так много осталось. Докладчик оставляет какое-то время на вопрос. Итак, давайте проследим основные этапы истории физики. Почему вот та самая парадигма темпоральная, которая вам сейчас только что была изложена, не является общепризной? Более того, не то, что не является общепризной, она неизвестна сейчас и не рассматривается как научная парадигма. Скорее как, ну, к ней отношение как к какой-то мистики. Вот почему это так? Ну вот, специальная теория относительности. Вы видно там или все-таки мне повторить? Основные доводы против. Ну, известно, что существует микроволновый фон, относительно которого обнаруживается движение астрономических тел. То есть астрономическое тело вызывает анизотропию этого фона, температурную. То есть температура несколько выше в направлении движения, а несколько меньше в обратном направлении. И обозначает направление движения, даже скорость можно, так сказать, движения, абсолютного движения астрономического тела определить, рассчитать. Поэтому вот этот первый постулат теории относительности, он, так сказать, ну не согласуется с экспериментом. Во всяком случае, с тем, что происходит в астрономической реальности. И второй принцип, релятивистский принцип сложения скоростей, тоже не работает в астрономических системах. И об этом говорилось. Когда эксперименты Олис проводил по радиолокации Венеры, обязательно нужно было закладывать в расчеты модель С плюс В, а не ту релятивистскую, о которой говорил Эйнштейн. И эксперименты проводились, Ярослав Григорьевич говорил тоже на нашем конгрессе, проводились эксперименты африканскими учеными. Мне сейчас язык не поворачивается назвать это государство, просто я сломаю язык, если я буду говорить. Слушай, я плохо отношусь к этому государству, но я просто не знаю. Тренировая табака, да, там эксперименты проводились. Которые тоже подтвердили, что вот этот релятивистский принцип сложения скоростей не работает. И самое-то поразительное, что вот принцип сложения скоростей релятивистский, он согласуется с принципом сложения векторов в пространстве Лобачевского. И попробуйте астроному сказать, что наблюдаемая метагалактика искривляется. Да он слушать вас не будет. Для астронома метагалактика, она, вот к вашему вопросу, она, пространство метагалактики Евклидова. И это вполне согласуется вот с этим принципом сложения скоростей, не релятивистским, о котором идет речь. То есть речь идет о том, что вот те основные доводы против специальной теории относительности, которые я бы выделил, вот они сводятся к этим двум принципам. Так. Общая теория относительности. Ну ведь логически замкнутый круг. Масса диктует пространство-времени, как искривляться, а пространство-время говорит массе, куда двигаться. Тут непонятно, что причина, что следствие. Силовое поле отсутствует в общей теории относительности. Это тоже, в общем, считаю, я думаю, что для добропорядочного физика это должно быть не очень приемлемо. Ну и опять же, третий пункт, это проблема темной энергии. Мы знаем, что 70% темной материи это темная энергия. И когда я к покойному Шленову пришел, говорю, Алексей Георгиевич, объясните мне, вот. Он мне раз-раз быстренько набросал все на бумажке математическое. Смотрите, Максим Ильич, если допустить, что Вселенная не расширяется, мы все эти 70%-то и найдем. Если допустить, что она стационарна, Вселенная. Так, сейчас, секундочку, секундочку. Теперь представление о пространстве, времени и движении с точки зрения различных парадигм. Я составил такую схемку с точки зрения классической механики, теории относительности, квантовой механики, копенгагенской интерпретации и с точки зрения отемпоральной интерпретации квантовой механики. Классическая механика. Ну что нам говорит о пространстве? Какого ньютонового пространства абсолютное? Да, он не отрицает, что есть пространство относительное, это наше, которое обыденное, в математических началах натуральной философии, но есть и абсолютное пространство. То есть то, которое независимо от времени. Прежде основное его свойство – это независимость от времени, независимость от физических каких-то процессов, свойств этого абсолютного ньютонного пространства, и его объективность, как пишет Чешев. Чешев говорит о том, что основное свойство, фундаментальное свойство ньютонного абсолютного пространства – это его объективность, что оно объективно существует. Ну и понятно, что оно и вклидовое, и трехмерное. Что оно обрадает протяженностью. В каком-то смысле оно субстанционально, в том смысле, что оно независимо от времени, взаимодействия физических. Время в классической механике объективно, непрерывно, субстанционально, необратимо облатает длительностью. Движение объективно-темпорально в классической механике, то есть во времени. Скорость зависит от изменения координаты тела с течением времени. Скорость – это некая зависимая величина от координаты времени. Ну и с чем согласуется классическая механика? Оказывается, что у нас с темпоральной интерпретацией согласуется. А с Копенгагенской интерпретацией квантовой механики и с теорией относительности не согласуется классическая механика. Сейчас будет это показано. Так, теория относительности. Так, теория относительности. Пространство субъективно, его свойства зависят от наблюдателя. Реляционно, в том смысле, что оно связано с единым континуумом со временем Минковского, четырехмерный континуум. И оно псевдоевклидово. Оно уже неевклидово, обращаю ваше внимание. Время субъективно. Свойства зависят от наблюдателя. То есть оно реляционно. Ну, понятно, о чем речь идет. Движение относительно, темпорально. Скорость света в вакууме абсолютно. Фактически она абсолютно. То есть все остальное зависимо от этой скорости. Логическая согласуемость с парадигмом. Теория относительности не согласуется ни с классической механикой, ни с квантовой механикой. Квантовая механика, Копенгагенская интерпретация. Пространство математизировано. Обратите внимание, как эволюционирует пространство. Уже оно бесконечно мерное Гильбертово. Время. Нет наблюдаемой величины, связанной с квантовой частицей. Наблюдается время в квантовой механике по макроскопическим часам. И действительно вот такой величины нет. Что касается индивидуальной частицы. Она ненаблюдаема. Движение бестраекторно. Это признается, слава богу. Ненаглядно. Нам говорят, что невозможно представить себе движение. И не думайте об этом. Представлять это не надо. Никому не нужно. Ну и оно подразумевается, что оно... Время некий эволюционирующий параметр. Движение. То есть оно все-таки где-то за кадром, но присутствует. Даже применительно квантовому скачку. Даже квантовый скачок в атоме Бора все равно подразумевается, что он... Где-то за кадром есть время этого скачка присутствует. Хотя мне представляется, что это необоснованное утверждение. Скорость зависима от прибора и процедуры измерения. Зависима от наблюдателя. То есть есть прибор, который измеряет импульс, скорость. Мы наблюдаем ее. Нет прибора, значит, этой скорости нет. И в Копенгагенской интерпретации не согласуется с классической механикой теории относительности. Логически не согласуется. Отемпоральная интерпретация квантовой механики. Пространство классическое Ньютонова. Обратите внимание, ничего менять не надо. Время классическое Ньютонова. Движение в случае элементарного перемещения, вот когда осуществляется этот квантовый скачок координат микрообъекта, оно объективно, оно бестраекторно. Движение в смысле, оно в случае элементарного перемещения микрообъекта объективно, бестраекторно и отемпорально. Мы говорили о принципе отемпоральности. Скорость при элементарном бестраекторном перемещении микрообъекта отсутствует. Ну и логическая согласуемость парадигм. Согласуется с классической механикой. Вот этот принцип дополнительности отемпорального перемещения микрообъектов и темпорального движения макротел. Согласуется с классической механикой. И темпоральная парадигма. Ну вот. И какой я бы основной вывод сделал из всего, о чем шла речь? Останется у нас немножко времени на вопросы. Вывод несколько, может быть, экзотический. Как физический релятивизм, так и копенгагенская интерпретация исходит из одного общего принципа. Единственная реальность та, что видимо. То есть в релятивизме это определяемое по часам время, а по линейке длина. А в копенгагенской интерпретации измеряемая реальность. Вот только она существует. А темпоральная интерпретация и классическая механика, напротив, исходят из существования фундаментальной невидимой реальности. Дело в том, что для древних греков существовало две реальности. Мир идей Платона и вот та реальность физическая, которая ощущается нашими органами чувств. Можно потрогать, пощупать, увидеть, узреть. Причем для древних греков фундаментальной реальностью была невидимой, незримой. Вот это пещера Платоновская. Символ этой реальности. То есть когда в пещере человек наблюдает тени, танцующие у костра, не видит самого костра, не видит людей, видит только тени. Вот это реальность физического мира для древнего грека. Мир теней. А истинная реальность это вот там у костра, которая невидима, она реальность. И наука ушла от этого. И пока еще не выросла из коротких штанишек, чтобы прийти опять к этой невидимой реальности. Вот такой бы я вывод сделал. Спасибо. Я предлагаю предоставить слово для вопроса, который мне был задан по первому докладу. Не возражаете, да? А потом... Я, конечно, просто сделаю два сверх-коротких, подчеркиваю сверх-кородких. Первый. Вот феномен с дискретными, бестраекторными объектами, вот эти шарики, да? Это тот феномен, который в монографии Фейнан физики шутит. Фейнан сказал, что один электрон может обслужить вся лаборатория мира для условия, если скорость его перемещения будет бесконечной. То есть это допустимо только при бесконечной скорости перемещения объекта. В других случаях это не скупка. Подождите минуточку. Можно я сейчас как раз сходу отвечу на ваш вопрос? Я еще точно-точно-точно-правильно. Мы эту реплику, да? И второе то есть. Значит, законы сохранения. Они имеют вот какой фундаментальный характер. Поразительно, что это не написано для физиков. Это крайне интересно. Фундаментальность вот какого свойства. Они объективны и выполнимы только при условии, если им можно удовлетворить. То есть это в замкнутых термодинамических случаях. Это не сверх короткий, извините. Можно все-таки... Все понятно. Позвольте... Сейчас, сейчас. Минутка. Я все-таки позволю себе ответить. На вопрос, да. Значит, если бы речь шла... Сейчас я... Вот, в этом. В этом случае наиболее показательно. Если речь шла о какой-то скорости перемещения электрона вот из одной области в другую, тогда, во-первых, мы бы с какой-то, пусть минимальной вероятностью наблюдали электрон где-то в промежуточной области. Во-вторых, для того, чтобы разогнать частицу до такой скорости бесконечной, нужна... Такая энергия колоссальная энергия колоссальная. Во-вторых, должно быть абсолютно пустое пространство, чтобы она перемещалась вот в этом пространстве тогда уже. И... Должна быть хоть какая-то вероятность, самое главное, обнаружение частицы вот здесь, в промежуточной области. Момент времени... То есть речь в данном случае не может идти даже о бесконечной скорости. Речь может идти только об отемпоральном перемещении. Момент времени чему равен? Момент времени равен нулю. Абсолютно. Значит, это все. Промежуточный. Далька Т равно нулю. Так. Сейчас, извините, Михаил Владимирович. Разрешите, пожалуйста. Болтиром руководит. Болтиром руководит. А, ну, он не заговорил. Мне очень понравилось. Заговорил. Скажу, да? Что мне очень понравилось. Ну, это выступление, не вопрос. Я еще не говорю о вопрос о законе сохранения. О законе сохранения. Да. Вот мне представляется, что вот этот принцип, что ничего из ничего не возникает, он фундаментальный принцип. И допустить, что какой-то объект, какая-то структура физическая, может, которая существует, вот тот же, я не знаю, электрон, что он на какое-то мгновение исчезает в пространстве, так сказать, куда-то, и этим самым нарушается закон сохранения энергии, это допущение, с моей точки зрения, оно... Так, разрешите? Ну, сколько можно? Да ну, говорите. Владимир Борисович, еще раз вопрос. Наоборот, а темпоральность согласуется с законом сохранения. Короткий вопрос, микровопрос. Вопрос-реплика. Мне кажется, что на понятие от темпоральность следует поставить крест, или, иными словами, вбить осиновый ко раз и навсегда. Потому что дельта Т не может быть равна нулю. Бесконечно малое, это одно дело. Но это не нуль еще. А мы говорим о дельта Т равна Т нулю. Ноль это математическое понятие, но это ничто. Все. О каком движении можно говорить, если время равно нулю. Любое движение, маломальское какое, или сверх какое-то, оно всегда связано со временем. Вы совершенно справедливо говорите с точки зрения темпоральной парадигмы. Дайте ответить. И здесь никаких вопросов нет, вы совершенно справедливы. Но с точки зрения темпоральной парадигмы. Любое изменение при 100 лет движения, любое изменение, чего бы то ни было. Подождите, я буду развивать. Да вот это да, это уже другое. Пожалуйста, ваш вопрос потом, Чехару Саввилову. Я сейчас вопрос тоже о времени. После времени ноль, единица, два, три, четыре. Вот этот отрезочек, единичный, он может быть любой. Бесконечно малый может быть. Бесконечно малый, но единичный. Ну не ноль, никак не ноль. Дельта Т деленное на дельта Т равно единица. Вот мы эту единичку от нуля до единички изобразили. Хорошо. В этот момент времени мы изменяем. Хорошо. Сейчас подождите, ты еще Чехару Саввилову. Следующее будет положение. А все остальное мистика. Все-таки проясню этот вопрос, очень важный вопрос, который поднимается. Я проясню этот вопрос с временем. С дельта Т равным нулю. Дело в том, что когда Гильберт говорит об опоре Экзенона, он рассуждает примерно таким образом. Он говорит, что ведь вот есть непрерывное пространство, бесконечно делимое, любой отрезок которого состоит из бесконечной последовательности отрезка. Я закончу. Можно ответ? И когда Аристотель предлагает решение вопроса, что тело за бесконечно малый промежуток времени проходит бесконечно малый отрезок пути, Гильберт говорит, это не решение вопроса. Потому что упускают из вида, что последовательность даже в принципе не может завершиться. И поэтому говорить о том, что эта последовательность может быть преодолена немыслимо. Вот о чем говорит Гильберт. И я с ним совершенно согласен, что это действительно так. И единственное логическое допущение решения опори Экзенона и перемещения через бесконечное пространство, бесконечное делимое пространство. Сейчас закончат ответ, потом все взяли. Извините, Чехар Усана, я уже третий раз объявлял, пожалуйста. Подождите, подождите, Михаилович. Это относится к бесконечным бесконечным интересам. Бесконечным что? Теория несовершенствования Гильберт. Доказано, что теория вероятности неисправедлива. Потому что она на основе континерального веществленного числа, которые регулярно не засчитаемы. И так что несуществует. Второй вопрос. В прошлом году Узава Масанау в университете Нагоя в Японии привозил, что можно точно измерить точную координату Х пространства и точную координату Т времени, одновременно, без нарушения, без ограничений. И тоже он начал в Германии тоже дорожил координатовый директор. Я первый вопрос не совсем понял, может быть. А вот второй вопрос. На второй вопрос я отвечу. Действительно, ведь частица находится... Ведь все время ее нахождения делится поровну между двумя областями. То вот она здесь, то вот она здесь. И когда она находится здесь, она же взаимодействует. Вот то короткое мгновение, когда она пребывает в этой... Вот эти координаты имеет. И то короткое мгновение, когда она имеет эти координаты, она тоже взаимодействует. И поэтому действительно можно, так сказать, экспериментально, вот, как говорится, ущучить эту координату и, так сказать, вероятно, какой-то процесс, который связан с ее взаимодействием, обнаружить. Я это не исключаю, это вполне логически допустимо. Единственное, что логически недопустимо, чтобы она исчезала в пространстве или была бесконечной скоростью. Вот это вот. Так, подпомнилась. Ну, вот последнее. Частица просто переходит в суперпозиционное состояние. Поэтому, естественно, для нее время уже не существует. Это вне нашего физического мира состояния. Когда она текогерируется с окружением, она появляется в нашем мире. Вот вам пример скачкообразного движения. И поэтому как раз говорить о том, что частица логически не может выходить из ниоткуда, как в бенгарных интерпретации, она находится в суперпозиции. Ее нет в нашем мире. Никакого нарушения законской энергии не существует. Судя, в вопрос. Вопрос смотрите. Мы на самом деле... Это вы сторонник копенгагенской интерпретации. Я все, так сказать, да... Есть множество моментов, есть множество моментов. Любой теории, да, спорных и так далее. Я хочу задать концептуальный вопрос, который вы обозначили, момент, который вы обозначили. Я думаю, что здесь коллеги не совсем точно осознали, о чем это тренинг. И он этот момент мне очень нравится. Сейчас последний вопрос. Итак, суть моего момента. Суть вопроса. Прав я или нет? Если я сейчас выскажу утверждение, да, и вы скажете, да, это так или нет, это не так. И невозможное возможно в рамках вашей модели. То есть если вы утверждаете, что существует мир нематериальный, то есть идеальный, да, то есть мир, например, войны и мира, а мир Томаса Сойера. Понятно, о чем идет речь, да? Мир идеального. То есть в этом плане, значит, что невозможное возможно. То есть вы подразумеваете, что наше мироздание не вселенная, а мироздание, потому что мироздание больше, чем наша вселенная, да? Мы понимаем, о чем я. То тогда в этом случае мироздание подразумевает, что невозможное возможно. Да или нет? Вот просто ваша позиция. Я не понимаю, что значит невозможное возможно. Но много реальности. Это не страна. Вы имеете в виду многомировую интерпретацию, да? Не просто, это частый случай. Еще раз, речь идет о том, смотрите, вы допустили, да, что существует, вы высказали, что существует, помимо материального мира, субстанционального, есть в них идей, но ведь существуют такие идеи, которые невозможны, или не существуют, или все идеи возможны. А, вот вы что имеете в виду. Значит, да, да, в мире идеальном, действительно, в мире духовном, вот по Фолько, по Владимиру Ивановичу Фолько, там действительно все возможно, там возможны идеи, которые совершенно никак не согласуются с реальностью, никак не, может, как идея, она может существовать. Любая ошибка, любое заблуждение, оно существует в мире идей, безусловно. Так, и последний короткий вопрос и короткий ответ. Вы поймите, вы предлагаете бесконечную последовательность. Меньше дельта Т вы не берете, у вас нет, теперь бесконечный делимент. Представьте себе окружность, да? Радиус у нее дельта Р, вот что там? Да? Длина окружности 2π на дельта Р. Единица измерения для этой окружности, дельта Р, деленная на дельта Р, равно единице. Дельта Р бесконечно малая, но оно единичное для этой окружности. Теперь дельта Р, возьмем, равный миллиарду километров, миллиард километров на миллиард километров, получается все равно единичка. И 2π Р остается. Так вот, 2π Р состоит из бесконечной последовательности нулевых математических точек. Бесконечный делимент доказывается. Это очень противоречивое понятие, о которых вы говорите. Оказывается.